Здравствуйте, друзья! Продолжим наш прерванный разговор о древней йоге. Мы упомянули, что к своему результату той высшей цели, которая есть самадхи, нирвана, некое измененное психическое состояние для йоги. Эта система достигает, приближая ученика по нескольким ступеням. Этих ступеней в разных учениях по-разному. Где-то упомянуто шесть ступеней, где-то восемь ступеней. Классическим считается восьмиступенчатая на санскрите аштанга. Восьмиступенчатая классическая йога. Эти восемь ступеней описаны в книге Йога-сутры. В некоторых упанишадах, в мукшатхарме, это тоже часть Махабхараты, упомянутые шесть ступеней. Первые два – это некая этическая, моральная, жизненная позиция и те запреты, которых должен следовать ученик йоги. Всего этого мы коснемся чуть позже. Но я хочу сказать, что сегодняшняя беседа будет о маленькой части вот этих подготовительных первых ступеней к йоге, которая является изучением священных текстов. Есть несколько текстов. Например, упанишады. Возьмем, к примеру, Кадха упанишаду. Это очень маленькая упанишада. И с первых прочтений несколько страниц всего. Всю информацию вы уже знаете. Но упанишада не пытается носить ваш ум информацией. Она пытается изменить ваш ум, сделать ее чище и уподобить вас ментальности того мудреца, который эти слова впервые сказал. Потом это запомнили, передавали из поколения в поколение, лилели. И некоторые вот из этих слов, этих инструкций, этих записанных ментальных... Словно три тысячи лет тому назад кто-то на магнитофоне записал что-то. И сегодня, читая Веду, даже в великолепном переводе, которые уже есть, читая упанишаду, читая Пхагавадгиту, мы как бы перемещаемся три тысячи лет тому назад. И мы слушаем нечто записанное три тысячи лет тому назад. Плюс-минус. И после этого живые люди-компьютеры, шротрея, они называются от санскритского слова слушать. Шротрея, слушатели, они запоминали это знание и передавали своим ученикам. Это было как бы каста в касте. Были такие уникальные люди, очень много. И когда кодифицировали, когда записали, например, в разных местах записанное совпадало до буквы. Все это дает нам ключ, как мы должны относиться к этому знанию. В упанишадах очень часто приходят просители к учителю, и он их отсылает назад. Он говорит «Идите и возвращайтесь должным образом». Вот этот «должным образом» является некой ментальной предустановкой, уважением, способностью перенять знания и отношение к самому этому знанию, к этому учебе как к чему-то сакральному. Если это есть ученики, он может постигнуть высшие сферы йоги, поэтому в упанишадах очень часто может быть вы слышали всегда, когда с детства мы разные тайные вещи изучали, интересовались, очень часто встречалась такая модель. Ученик приходит к ученику к учителю и тот подвергает его некому тесту. Не упускают несколько дней и он у входа в монастырь или школы, или города, или дворца. Например, в Мокшатхарме есть такой эпизод, отец посылает своего сына к правителю, этот правитель в том числе и мудрец, и этот молодой человек, Шука его зовут, Шука должен учиться у него, но Шука сам уже очень развитый мудрец, он приходит и садится, и он сидит, и сидит, на него не обращают внимания, около ухода дворца. И так продолжается несколько дней. Вот этот тест, Шуку потом приглашают, его подвергают другому тесту, тесту тоже очень интересному, ему дают стакан, наполненный водой полностью, и его заставляют обойти дворец, а он из деревни, он дворца никогда не видел, а в дворце карнавал специально, и он проходит по всему дворцу так, что не прольется ни одна капля воды, потому что он сконцентрирован вот на этом сосуде. Мне вспомнился фильм, Тарковский проносит свечу, она гаснет, он снова пытается, Янковский проносит фильм Тарковского, ностальгия, по-моему. Вот пронести по жизни вот это чувство, это желание, жажду сокровенного является тем ключом, который открывает некие иные каналы прихода информации к человеку. Вот есть рассказ о Кутагауе, очень красивый. Я думаю, что он написал этот рассказ под влиянием истории из Упанишат. Я сперва расскажу историю Упанишат, потом как это у Акутагауе. Человек приходит к аферисту, учителю, который не знает ничего, но он соглашается обучать этого ученика и использует его как раба. Этот молодой человек начинает пасти коров, но он это делает желая сокровенного знания. Он его подход к этому вот как раз тот подход, о котором мы все время будем говорить, который есть подход к кармойоге, подход к пхагавадгите, к труду, как упражнению, как средству формирования философии и как жертвоприношению. того волевого акта, той жертвы, которую каждый человек делает во имя чего-то. Для этого молодого человека истина была то, из-за чего он утром вставал и делал свой долг, ухаживал за коровами. И прошло несколько лет, и с ним начал говорить огонь, и начал его учить. И начали говорить с ним другие силы природы. То же самое у Акатагавы очень красиво. Ученик приходит к аферисту, и тот долгое время вот так же обманывает, его ничего не учит, просто заставляет помогать по дому. И в конце этот ученик желает знания, а тот дает ему тест, который невозможно сдать. Заберись на дерево и улетай. И этот ученик забирается на дерево, отпускает руки, благодарит из воздуха учителя за мудрость и улетает. Вот такой красивый рассказ. Главное тут, что нет ничего в человеке, чего бы он достигал при помощи йоги. Йога говорит, что все уже сокрыто в человеке, в нем знание есть изначально, потенциальное знание. Но чтобы эта потенция стала реальностью, он должен реализовать, дать пути реализации его внутреннего видения истины. Он должен одно видение, то, что санскрит называет авидия, неправильное видение, исправить на другое видение, правильное. вот мы будем говорить о нескольких текстах. Если вы собираетесь практиковать йогу или любой путь медитации, эти тексты, о которых мы будем говорить, кита, йога-сутры, упанишады, должны быть как бы дополнением практики медитации. Это часть классической восьмиступенчатой йоги, как ее понимают и принимают большинство в мире. Почему именно этих текстов, ну, такие это тексты, они считаются шрути, вдохновленными, услышанными. Некоторые чистые души из-за чистоты своей психики смогли выразить ту высшую истину, логос, через слово. И это дарованное нам, людям, древнее сакральное знание, лилеянное от учителя к ученику. Оно дошло до нас, и мы должны уважать это знание. Дело в том, что в древности изучение этого знания было запрещено низким, низшей касте, чужим людям, тем, кто не был арийцем. Я не люблю это слово, но, ну, когда ты говоришь о ведах, ты должен коснуться даже буддисты говорят, что их знание, арийское знание, просто это слово означает возвышенное. Была некая арийская культура, и в этой культуре они поклонялись этому знанию настолько, что любой чужой человек, даже услышавший эти истины, был обречен. очень странно, что мы в этих сакральных церквях, в Эпасе, например, в Рамаяне, мы встречаем такой случай, Рама убивает кого-то, кто занимается йогой, потому что тот недостойный человек, и он может получить какие-то силы, и так далее. Одним Шанкаром, который жил в VII-VIII веке, и считается столпом философии индийской, он сам соглашался с этими древними законами, там записаны законы Ману и другие, он соглашался с тем, что человек самой низшей касты, услышавший вот веды и эту тайну и все, что входит в корпус шрути, услышанное. Он надлежал смерти, при том очень такой болезненный, ему в ухо заливали расплавленный свинец. Я очень изумлен. Ну, мы не должны забывать, что это мудрость, доставшаяся нам из другой культуры, другого времени, другой реальности. Сегодня реальность радикально противоположная. Сегодня нет никакого недостатка в книгах, в литературе. Все, что существует, это доступно. и это настолько много, что это нам мешает своей множественностью. Поэтому я говорю вот о чем. Несколько книг должны стать вашими настольными книгами. Например, Упанишады и Бхагавадгиту. Вы должны и время от времени перечитывать, читая маленькие отрезки и читая тем способом, который йога рекомендует. Чтобы лучше овладеть знанием, вы должны читать следующим образом. Есть три сменяющих друга последующих этапа. Шравана, Манана и Дхарана. Шравана это слушание с почтением, с пониманием того, что мы коснулись чего-то сакрального, что нужно расшифровать, это не дается прямо, но чего-то, что очень-очень ценно. И мы как-то вот это время, 21 век, даровал нам, жителям другой культуры, другого времени, без всяких этих каст и этих опасностей, мы вдруг способны слушать вот это сакральное знание, вот это шравана. Слушать, читать, ну, шравана в то время слушали, поэтому такова была передача этого знания. что теперь? Теперь знание может передаваться и оно свободно, но оно требует расшифровки. Вы должны сперва прочесть Бхагавадгиту серьезно от и до с комментариями, потратил на это некоторое время. Потом вы уже можете читать ее саму, без комментариев, вы уже понимаете, в чем там идет разговор. Это расшифровка, это манана. Вот про шравану мы говорили, потом следующий этап, это манана. Когда, например, в Бхагавадгите в пятой главе описана медитация, там говорится, что зачем нужно созерцать, и вам говорят манас, потом говорят будхи, до этого говорят индрии, вы должны знать, что об этом там говорится. Какой бы перевод вы не слушали, очень хороший перевод Гребенщикова, например, я иногда слушаю, потом вы уже можете время от времени просто музыкой и гитой успокаивать свой ум, и это будет параллельный процесс с медитациями. То же самое у Панишады. Некоторые моменты вы должны расшифровывать. Вот это будет целью, чем мы займемся все наше время. Постоянно я буду брать очень маленькие части некоторых текстов и говорить о них, расшифровывать, чтобы вы сами потом просто взяли Упанишады и начали их читать. Маленькие отрезки, что-то из Гадха Упанишады, что-то из Брихадаранки Упанишады, что-то из Шваташватара Упанишады. Вот она начинается и несколько строк очень сложные. Их нужно понимать. Там говорится красно-белая, черная коза. Вы должны понимать, что это природа и три гуны, три свойства сатва, раджасы, тамас. К этому мы подойдем. После Шраваны и Мананы третье это Тхарана. Теперь что такое Тхарана? Вы должны вычленить из той же Бхагавадгиты места, которые важны для чтения. А некоторые главы вообще не перечитывать. Там первая глава, где описаны разные войны. Это лишнее. Вам понадобится перечитывать вторую главу, пятую, шестую, иногда седьмую, восьмую, реже. Вам это будет как бы помогать в Панишадах. В одной из Пуран написано так изучение помогает в медитациях, а медитации помогают в изучении. Вот это два параллельных процесса. Вы медитируете, потом вы читаете Упанишады или Гиту, и там описано, как человек должен медитировать, какой этап, за каким этапом, и это вам помогает чисто потом уже в тренировках, в медитациях, и мир начинает изменяться. Если перед аистом, аист такой мифологический святой образ миндийской философии и мифологии, если перед аистом поставить воду и молоко смешанное, он съест молоко, а оставит воду, такой образ должен быть перенесен на книги, на то наводнение литературой, которое существует на это время. Есть очень много книг, и вы просто можете у вас может сформироваться такой инграмный, очень сильный позыв к поиску все новых и новых книг. Это может стать самскарой, инграмной записью. Поэтому из книг нужно выбрать несколько и я совет выбрать то, что никто не признает неавторитетным, авторитет которых признан всеми. Это вот те несколько вещей, о которых я все время говорю, а остальные книги это уже по вашему выбору. Например, если вы серьезно интересуетесь йогой, Элиады вы должны обязательно прочесть. Я не знаю, сейчас советовать трудно. После шраваны, мананы, иными словами, после восприятия в нужном настрое с благоговением и расшифровки прочтения между строк вы должны перейти к третьей фазе тхиани, оставить воду и выпить молоко. Вы должны сконцентрироваться. Сам вот сама эта способность концентрации ее можно развивать. Это тоже один из компонентов йоги. Дело в том, что после шраваны, мананы, вы должны сконцентрироваться на том, что вы обнаружите в этих сакральных источниках, источниках, о которых мы говорим и которые вы будете ежедневно по несколько минут читать или слушать, вы должны реализовывать то, что описано там, в этих текстах. вот эта реализация, это Тхарана. Представьте себе такую ситуацию. Вы берете лупу и концентрируете маленькую часть солнечных лучей, и это уже сжигает. Помните, мы в детстве брали лупу и выжигали разные орнаменты. И обычные обычные первые два этапа подхода к знанию йоги вот Шравана, Манана это узнать что-то. Но чтобы это что-то потом уничтожить, для этого нужна концентрация лучей самого сознания. Вот представьте себе вы что-то увидели потом сконцентрировали лупой лучи и уже это что-то уничтожили. Это что-то овиде. Нам говорят что ничего не нужно достигать ничего нет вне все уже есть в нас главное некая пелена которая простирлась перед нашими глазами вот внутренним взором они это называют овидея невозможно это перевести просто лучше очень похоже видение русское и видя овидея а это отрицание овидея это то что мы прохаживаясь вдруг пугаемся змеи а на самом месте а на самом деле там на этом месте лежит веревка мы просто приняли веревку за змею это есть овидея вот нечто такое но гораздо большим и философском смысле происходит с нашими душами они почему-то искаженно видят бытие и вот исправление этого видения и есть цель йоги и не 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 ни 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 ни